По пути, который был предназначен для всех в то время людей, да, это хорошая учеба в школе, вуз, работа. И на пути, когда у меня встретился Арифлэй, я сделала выбор, и сделала я его осознанно. Я никогда не думала, что для того, чтобы быть человеком свободным, нужно покопаться в себе. Я думала, что свобода — это материально, это деньги. И для того, чтобы получить эту свободу, конечно же, недостаточно быть умной, хорошей девочкой, ходить на работу, выполнять все задания начальника, получать благодарности. Нет. Нужно было делать что-то свое, нужно было делать какое-то дело. Но получилось так, что я смотрела только в одном направлении, что любое дело требует денег. И многие люди сейчас так же говорят, да? Мы говорим, а почему ты не попробуешь заняться своим каким-то бизнесом? Они говорят, ну, нужны же деньги. Так вот, оказывается, в Арифлэй не нужны деньги, чтобы стать свободным, чтобы стать личностью, самодостаточной, уверенной в себе, личностью. И именно в Арифлэй я поняла, что для того, чтобы действительно жить жизнью своей мечты, нужно заглянуть в себя и посмотреть, что ты можешь дать людям. И первый слайд, который я хочу показать, в Арифлэй сказало, что Ира Витохина, ты бренд. Ты бренд, за которым могут быть те люди. Ты выдала вот такой сертификат. У кого есть такой сертификат? Поднимите руки. Когда вручили мне этот сертификат, в моей жизни что-то перевернулось. Я думаю, ну как? Что я такого сделала? Разве я достойна такого? И как я должна теперь к людям относиться? И как я должна себя преподносить? И что вообще я должна делать? Понимаете? Арифлэй дает нам такие мысли, которые, может быть, за всю жизнь никогда к человеку не придут, а к нам они приходят. Я за это очень благодарна компании, что она направляет так и дает такие вещи, о которых я даже не думала никогда и даже и не мечтала. Я благодарна очень своим родителям в Арифлэй, моей маме и бабушке Вере Локтеве и Любовне Петровне Макаровой, которые пригласили меня в компанию. Я вообще человек по натуре очень упрямый и презентация длилась год. Год они не могли до меня донести, что Арифлэй это круто и что если я приду, то я тут вообще всех порву. Я говорила, ну знаете, Арифлэй это для тех, кто не хочет учиться, не хочет работать или может быть больной какой-то, кого на работу не берут. А я нормальная, я сделаю карьеру себе сама и пошла учиться во второй вуз параллельно с работой с двумя детьми. Так вот эти две юные дамы, что они сделали? Они каждый каталог приходили ко мне домой отмечать закрытие каталога. Они говорили, Ир, у тебя большая квартира, а у нас команда растет, а можно мы у тебя тут посидим? Мы все с тобой принесем, все принесем. Ну просто посидим часочек в субботу после закрытия каталога. А дело в том, что вот моя мама в Арифлэй, вернуть его, она родственница, она сестра моего мужа, я же не могла ей отказать. И вот она приходит с тортом такая, с шампанским и говорит, поздравьте меня, я на 9%. Мы такие, о, круто, там все, давай, накрываем стол. Я не знаю, что такое 9%, но я видела, как сияют ее глаза, и мне хотелось поддержать человека. Это, кстати, один из пунктиков, которые я потом отметила для себя, что главное не то, какой результат мы занимаем на лестнице успеха, какое место, а главное, как мы его воспринимаем для себя, да? Я очень благодарна этим людям. Я очень благодарна своему мужу, он очень верит в меня гораздо больше, чем я. Так получилось, что у меня давно нет родителей, и поэтому с теми людьми, которые попадаются мне по жизни, я всегда очень внимательно к ним отношусь. Я считаю, что каждая встреча не случайна, и какой-то опыт я всегда могу получить. Либо помочь человеку, поддержать его каким-то образом, передать свой опыт. Так вот, меня очень поддержал мой муж. Он говорит, слушай, ну если Вера смогла золотым директором стать, то ты точно бриллиантным станешь. Ну ты что, ты посмотри на нее, посмотри на себя. Ты-то моложе на сколько лет, ты-то грамотный, у нее даже высшего образования нет. И вообще, и у тебя я есть, а у нее-то нету. Она не замужем, и он мне все время рассказывал притчу про 10 коров, когда он ее узнал. Знаете такую притчу? Отлично. Кто не знает, подойдите, я расскажу, чтобы время сейчас не тратить. И очень меня поддерживают мои дети. Мне безумно приятно, когда дети мои гордятся мной. Когда они видят фотографии моих одноклассниц, или я им рассказываю, кто мои одноклассницы сейчас, они говорят, ну мама, как круто, что ты в Арифлейм. И мне так приятно, думаю, ничего особенного не сделала. А дети гордятся. Они гордятся мной, моими результатами, моей смелостью. Хотя я очень консерапсивно и долго принимаю решения. Но уж если приму, то надо делать. Куда деваться? И мечта, которую я даже не мечтала, это встреча с послом. Когда меня пригласили в посольство Швеции, я даже не поверила. Когда была эта акция, я ее как-то не уловила для себя, потому что это был совершенно другой уровень. А когда вам читает тренинг про то, как быть деловой женщиной посол Швеции в России, это что-то. Это просто, знаете, это переворачивает весь мозг. Тебя учит посол. Представляете, на каком уровне, какая информация идет. И целый час она нам читала тренинг, стоя перед нами. И когда я пришла к мужу и пересказала ему этот тренинг, он сказал, слушай, в Европе женщины всегда зажимали, поэтому они на этом двинутые. А у нас для женщин дорога всегда открыта. Ну ты вспомни, славянские отношения наши. Мать в семье, она всегда руководит. Поэтому ты этот тренинг уже давно прошла. Вперед, иди дальше. Я учусь всегда у людей, которые профессионалы своего дела. И очень классно, что компания Reflame нам дает возможность с этими профессионалами общаться и работать. И сейчас на такой встрече предпринимателей у каждого из нас тоже есть возможность действительно пообщаться с профессионалами и пользоваться этим опытом. Я обожаю наш менеджмент Reflame, насколько они позитивные, насколько они одновременно и высокообразованные, и опытные, и доступные. Они простые, они доступные. Нужно подойти, задать любой вопрос или просто, ну, обняться, так скажем, да, и уже почувствовать себя в семье. И, кстати, еще хотела сказать по поводу семьи. Кого не поддержал муж, там, родственники, друзья? Поднимите, пожалуйста, руки, когда вы сказали, что вы будете в Reflame суперлидером. Есть. Да? У меня тоже такое было с друзьями. Муж меня сразу поддержал, даже направил. А вот, друзья, некоторые стали там похихихивать и говорить. В итоге, ну ты пошутила, что ли, вообще? Какой Reflame-то? Я говорю, да нет, я серьезно. И когда она там в шашлыках на днях рождения, они спрашивали, ну, черт, как там твой Reflame-то, не надоело еще? Меня эти фразы как-то начали напрягать. Я говорю, слушайте, ребята, вы меня уважаете? Вы хотите со мной общаться? Да, конечно. А что это такое? Я говорю, тогда уважайте это дело, которым я занимаюсь. И больше никаких шуток и вопросов по поводу того, там, Reflame серьезно-несерьезно, там и так далее, не было. Дело в том, что мы с твоим отношением показываем, как мы относимся к своему делу и относимся к себе и относимся к своему выбору. И поэтому очень важно, когда вы общаетесь со своими друзьями, родственниками по поводу приглашения в бизнес или просто ставите их в известность, это проявляет отношения, насколько доверяют люди вам, насколько люди ценят ваше мнение, насколько люди любят вас. И это очень классно, что у нас бизнес, наш бизнес проявляет многие сферы жизни. Это как какой-то срез контроля, как какой-то экзамен в вашей жизни состояния, в котором вы сейчас находитесь. Ну и если взять тему именно, как я работала, чтобы выйти на уровень сальфирового директора. Когда я еще была на уровне директора, я читала всегда все журналы Мир Арифлейм, от корки до корки, лидер дайджест. И вот в одном из журналов лидера я прочитала интервью Татьяны Ковзи, где она сказала такую фразу. Я каждое утро встаю и думаю, как я могу быть сегодня еще эффективнее. Меня это так зацепило, потому что я на директора выходила очень тяжелым физическим трудом. У меня все было первый уровень. Ну, сами представляете, что это такое, да? Деньги, конечно, были, да, не знаю, может, тысяч 50 на то время. Но дело в том, что я просто падала с ног. У меня телефон был горячий, я не высыпалась, и я была вот вся такая дерганая. И мне дочь как-то сказала, мама, положи телефон, я с тобой три дня не могу поговорить. А я не замечала этого, я была в азарте, мне нужен был результат. И когда я прочитала вот эти слова, как я могу быть еще эффективнее, я поняла, что стоп, дальше директора ты так не выйдешь, Ира. Чтобы быть дальше, нужно использовать время эффективнее. И тогда я стала смотреть глубже в бизнес. Сейчас, конечно, уже очень много наработок, тренингов, да, как правильно строить группы, команды, развивать лидерство и так далее. И я сделала акцент на том, чтобы людям давать информацию так, чтобы они делали заказы сразу на 100 баллов. Еще тогда. Сейчас, ребята, это вообще классно. Акцент на ключевых категориях позволяет сделать так, что у вас люди запускаются в бизнес легко. Кто запускается? Ну, кто не запускается, на неэффективной стороне остается. Пока временно. Может быть, тоже будет презентация длиной в год, мы же не знаем. Какие ключевые категории? Это, конечно же, комплексный уход за лицом и велнос. Попозже я расскажу об этом. И акцент на ключевых людям. Дело в том, что у нас время нам дается для того, чтобы растить бизнес-партнеров в Reflame. И, соответственно, больше внимания, когда, как говорится, 80% уделят тем людям, которые хотят двигаться, которым нужно твое внимание именно в бизнесе, для того, чтобы росла команда. И сейчас за шагом я начала двигаться. Чтобы помочь своему лидеру, мы договорились, что открываем СПО в ее поселке. Она была тогда студенткой, и родители были против, и не было места, ничего не было вообще. Но я думаю, ну мы же ничего не теряем. Мы же ничего такого особого не вложили. Давай попробуем, Лена. И вот вы видите вывеску. Знаете, с чего она сделана? Пакет большой. Пакет Reflame, да. Мы работали с тем, что есть. И офис у нас был, это второй этаж на гараже ее папы, куда люди поднимались по такой металлической лестнице, очень крутой, узкой, и с коробками они спускались вниз. И мы там проводили большие мероприятия. Мы поздравляли там с 18% на гараже. Сейчас у нее офис, сейчас у нее тоже VIP СПО. Аплодисменты Лене Рябовой. Я сама сейчас живу в городе Железнодорожном, и когда я приехала туда, оказалось так, что спонсор у меня был очень далеко. Ездить в Москву мне надоело. И я решила открыть офис сама, но я не хотела вкладывать деньги, я хотела их заработать в Reflame. Я обратилась к лидерам, которые уже были в этом городе, стала снимать у них время в офисе в их, потом мы объединились с лидерами вместе, и потом я уже решила со своей командой открывать. То есть шаг за шагом делать то, что есть, теми ресурсами, которые есть, тот момент, который есть, использовать вот этот азартный драйв. И мы когда приедем после этой встречи предприниматели, каждый, если не используете вот этот драйв, вот эту энергию, которую здесь получили, считайте, ну, она прокиснет, и время уйдет зря. Вы не сможете ее потом достать в той мере, в которой вы получите сразу. И тогда мы сняли помещение. Это был кабинет директора, такой классный, у нас написано было приемная, но весь ремонт был сделан в стиле 70-х годов. Но мы там работали, нам было все равно. Главное, чтобы было чистое, чтобы была информация под рукой, чтобы было удобно. И тут я получаю приглашение участвовать в конкурсе. Конечно же, я соглашаюсь. Это же круто. Вообще, все, что дает компания, нужно обязательно проверить на себе. Потому что денег за это компания не требует, а иногда даже дает. Дает возможность пообщаться напрямую с руководителем проекта, да. Дает какие-то дополнительные льготы, какое-то внимание. И это всегда круто быть пилотом. Это здорово. И мы включились в ремонт той команды, которая была готова. Это было лето. Лето прошлого года. Но мы ни на один день не прекратили выдачу заказов и приемку. Мы не закрылись. Мы переехали в коридор и в это время делали ремонт. И мы, конечно же, улыбались, извинялись, что вот у нас такая ситуация. Но, ребята, через неделю, через две мы делаем открытие, и у нас будет праздник. И действительно это случилось. Мы сделали такое шикарное открытие. Мы пригласили три арта нашего города. Мы строили шикарный фуршет. Мы дарили всем людям подарки, кто приходил за заказами в этот день. И мы сделали так, что теперь любой человек, который решил сотрудничать с компанией, он получает инструменты и возможность для работы самостоятельно уже в готовом помещении, в том месте, где он живет. СПО для меня это не просто пункт выдачи заказов. Это мини-орифлэйм. Это представительство компании в плане этики, в плане сервиса, в плане лидерства, в плане поддержки. То есть полностью это маленький рефлэйм. Маленький. И вот тут проявляется ваш личный бренд. Кто-то работает в интернете, и вы знаете, как важен личный бренд. Это тоже ваш маленький рефлэйм. И это тоже очень круто. Какая идея? Идея это, чтобы быть доступным к людям. И у меня мечта, они все знают, это чтобы в каждом спальном районе нашего города было ВИП и СПО. Идея такая, чтобы бизнес твой работал, независимо от того, находишься ты в этом месте каждый день или нет. Чтобы были люди, которые готовы продолжать твое дело. СПО это команда. Даже если вы сейчас один человек, вы все равно команда. И вы можете уже ставить для себя цели, планы, и работать, и начинать действовать. СПО это вложение. Да. Когда мы получили одобрение, участие в проекте, мы поняли, что за те деньги мы не сможем отремонтировать в хорошем уровне наш сервисный пункт. Потому что мы сняли большое помещение, и стоимость аренды у нас 52 тысячи. И мы между командой еще дополнительно вносим инвестиции для того, чтобы поддерживать, и для того, чтобы наш пункт работал. Эти инвестиции небольшие, от полутора до трех тысяч. В каталог, но это деньги, которые люди только-только начинают, может быть, зарабатывать в Reflame. И мы решили увеличить обороты. Мы решили, что у нас будет больше людей, которые будут пользоваться нашим СПО. И мы вышли в категорию А, чтобы эти инвестиции у нас окупились. Это тоже было очень классно. Это включает внушение предпринимательства. Ну, еще дополнительно, в Reflame у нас учат договариваться, и я написала такое пространственное письмо руководителю нашего торгового центра, офисного центра, что, типа, мы с вами уже сотрудничаем долго, тря-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и что сейчас кризис, и что вот как бы дешевеют арендные помещения рядом, но мы не хотим от вас уходить, как бы мы ценим, тря-ля-ля, и, в общем, снизьте нам арендную плату. И нам ее снизили, теперь у нас немножко меньше. Так что Reflame учит договариваться в любом деле. Развитие. Если, как эскалатор вчера сказали, да, если мы не бежим быстро-быстро, то мы начинаем рано или поздно скатываться, потому что мы устаем, да, двигаться медленно, и поэтому развитие должно быть обязательно. И для того, чтобы наша, наполнена была наша команда новыми результатами, а сервисный пункт наполнен людьми, нужно, чтобы была система какая-то работы, и система эта у нас есть. И обязательно должны быть новые планы. К этим новым планам своих людей я готовлю. Я вкладываю и мысль то, что вы поедете на лайнер, да, а как ты будешь одет на банкете директоров, а какая у тебя будет команда, а не думаешь ли ты о том, чтобы самому открыть сервисный пункт, а хочешь ли ты попробовать себя в интернете, ведь у нас сейчас спонсор ведет новый проект онлайн, и ты можешь включать туда своих людей. Вы можете не фотографировать слайды, они у вас все будут, потому что их очень много, и я буду просто пролистывать. Это пример мероприятий, то есть идея здесь такая, чтобы это были мероприятия по продукции, мероприятия по развитию бизнеса и тусовки. Да, вот три вида, но чтобы их было не очень много, чтобы вы успевали, чтобы это было не мероприятие ради мероприятия, да, для того, чтобы провести, и там пять человек там как-то собрать, а чтобы это было действительно мероприятие для пользы, для развития ваших идеев. Ну вот пример, что мы проводим, и идеи эти приходят даже вот после таких встреч, после общения с лидерами. Нам очень понравилось, спасибо, вот с выездной встречи в Лужниках, помадной вечеринке мы их проводим, это очень здорово, когда все перемазанные помады, женщины, которые всегда боялись красный цвет, но мы говорим, слушайте, представляете, зима, да, 7 часов вечера у нас помады вечеринка в 7, мы говорим, ну сейчас вечеринка до 8, темно же, и кто же не видит, с красной помадой тихонько иди домой, потому что некоторые такие накрасят, такие, ой, ну я не знаю, я, наверное, садру, мы говорим, да ни в коем случае, не, ну я садру, да не надо, иди, все равно никто не увидит, а потом звоним, ну и как, ну и как ты дошла, да, ну и что сказал твой муж, представляете, у людей столько внутри происходит и переворачивается из-за простой помадной встречи, да, а если глобально смотреть, если она, когда она станет золотым директором или бриллиантовым, что у нее в душе произойдет, вот это грань, это энергия, ну вот это пример различных наших мероприятий, например, вот это яблочный спас, мы делали яблоки в виде чупа-чупсов, раздавали их людям, маленькие такие рометки, это было здорово, эта идея такая интересная, это мы на лесном курсе, мы делали стол из коробок СПО, потому что тащить его в лес тяжело и долго, а тот, который у нас был сделан, его сожгли, и мы просто взяли коробки, и там, это был тоже такой мини-тренинг, мы его просто там все вместе собрали, и он получился, вот он, посмотрите, какой огромный стол из коробок, и по пути, когда собирали, мы придумали новую технологию, как в следующий раз его сделать еще лучше. Хочу поделиться тем, чтобы не боялись выдавать людям задания. Перед Новым годом мы объявили такую акцию, кто делает 50 баллов в 16-17 каталоге, получает купон, и там, не помню какой, по-моему, 25 декабря у нас была новогодняя встреча, количество купонов вы можете обменять на подарки сами, то есть есть там мероприятие, Дед Мороз, все дела, мы поделили людей на команды, сделали станции, и в конце, уже проходя по станциям, команда уже сплачивалась, мы давали им задания, причем, вы знаете, на халяву клюют люди, которые, которые в Рифм уже делают там, один-два заказа в год, ну вот в основном они и приходят, такие купончики, на всякое такое, они не знают продукции, они не понимают в бизнесе, не хотят понимать, и мы им даем задание, да, в конце, чтобы получить главные призы, нужно сделать, например, в такой-то команде, презентацию, крема, экологен, в такой-то команде, презентацию, лайф плюс, они понимаете, они понятия не имеют, что это такое, но станции-то они прошли, они уже прослушали, знаете, люди стихи писали, песни пели про наши продукты, они вырежались, посмотрите, лайф плюс там, наш крем-экологен, нарядили девочку зеленой елочкой, она представляла, какой он у нас натуральный, то есть люди настолько вот открывались, что просто мы удивлялись, те, которые когда-то просто не хотели даже слушать что-то, поэтому вот такие мероприятия, они помогают посмотреть, кто, кто у тебя в команде, вот мы проводили конкурс, так удачусь, и Владимирыч попал, это как раз было во время ремонта, когда к нам приходили люди за заказами, мы их фотографировали, мы ставили их у стены, украсили, потому что все стены были ободранные, одна стена в коридоре была более-менее, и мы такие, вставай сюда, на тебя сфотографируем, почему мы фотографировали сами, потому что люди фотографии, не несут, не отправляют, «Ой, потом я сейчас не так выгляжу, там еще что-то, да, или тороплюсь», мы говорим «Да стой, у тебя сфотографируем», и все, потом заходишь в нашу группу, голосуешь, или можешь проголосовать здесь, мы все фотографии распечатываем, мы выложим, то есть у нас конкурсы проходят параллельно, оффлайн и онлайн, кому как удобнее, ну и потом, конечно, мы приглашаем людей на призы, и дарим призы только тем, кто присутствует, такое правило. Очень много разговоров, и у меня как бы внутри тоже, мысли идет по поводу оффлайн и онлайн. Как только появились результаты в Рефлэм в работе онлайн, я села, подумала, послушала свой внутренний голос и поняла, что оффлайн и онлайн – это друзья, это методы работы, которые себя идеально дополняют, и везде есть и в том и в другом методе плюсы, и бизнес, он един, и что вполне себе можно сочетать и то, и другое. У меня лично сейчас перепост можно оффлайн, да, но у меня есть спонсор, который пошел работать только онлайн, и мы с ней договорились, что если у меня есть люди, которые хотят работать онлайн, я отправляю их к ней, а я в свою очередь провожу некоторые вебинары для всей организации. Это классно, когда можно поделить вот таким образом работу, поделить таким образом ответственность, и мы же мыслищие существа. Всегда можем чему-то научиться, что нам не хватает, что нам нужно. Поэтому если мне нужно будет так сделать супер свой канал YouTube, ну я сяду и сделаю, да, когда мне это будет нужно. Если мне еще что-то, я сяду и сделаю. Плюсы есть везде. Скажите, рекрутинг в СПО классно делать? Конечно, классно. Человек шел-шел, увидел, о, Арифлейн, зашел, заказ сделал, зарегистрировался. Вовлекать классно в Арифлейн? Конечно. Человек участвовал в конкурсе, там сделал заказ, все, он вовлекся. Обучаться удобно? Удобно, потому что все на месте, никуда ехать не надо. Сопровождение, признание, есть плюсы. Онлайн все абсолютно то же самое. И рекрутировать удобно. Вот сейчас, да, как Наталья уже сказала, сделайся, присоединяйся, и уже у вас может быть по выходу отсюда уже какое-то количество регистраций людей, которых вы будете потом уже сопровождать и поздравлять с первыми результатами. Как я создавала свою команду? Команда образуется только при совместных действиях. Если команда сидит, планирует, мечтает, ничего не будет. Нужно делать. И не ждать, когда будут лучшие условия, я уже об этом говорила, потому что именно в процессе работы люди проявляют свои сильные качества. Вот со мной сейчас команда нашего СБО. Я буду называть, вставайте, аплодисменты, пожалуйста, им. Анна Шаруева. Память нашего офиса, она всегда знает, где что находится, она наш главный такой администратор, так скажем. И Смана Добрякова. Это человек, который любовь нашел, и шанс. Она всегда там. Она всегда готова рассказать, помочь любому человеку, независимо, с какой структуры этот человек. Потому что нам дорог, нам важен. Каждый человек. И у нас обслуживается много людей из различных абсолютно онлайн-проектов. Кстати, что хочу сказать. Когда приходят люди из онлайн-проектов, их всегда видно. И им нужно проводить презентацию. И мы ее делаем. Разбираем с ними заказ. Мы говорим, ну давайте, первый раз тренировай. Хорошо, давайте мы с вами разберем заказ, а дальше вы уже поговорите со своим спонсором. Мы достаем накладную и по накладной прямо трын-трын-трын-трын по всем листовочкам все-все сразу. Кстати, просьба компании Арифл обложить листовку по стартовой программе отдельно в заказы, пожалуйста. Потому что к Мишкину не всегда бывает. Это классно, когда человеку показываешь первые его цели. Да, кто у нас еще? Наталья Панюшкина. Это наш волносист. Это человек, который рекрутирует только на БМС, только на здоровье. Это помыться всегда успеете, а если вы себя плохо чувствуете, вам не до красоты, не думывая. Поэтому у нее и процент в структуре огромный по волносу, она будет выступать об этом. И у нее в группе люди, которые, может быть, когда-то были в Арифлэм лет 10 назад, может быть, они пользовались продукцией, но как Наташа рассказала про волнос, они открыли для себя Арифлэм совершенно с другой стороны. Еще у нас есть новичок в Торудиновом зале. Это человек, который за три каталога вышел на 12%. И она здесь, несмотря на то, что у нее сейчас своя точка в торговом центре не работает, это ее единственный источник дохода, она ее закрыла на три дня и приехала сюда. Я считаю, это уже показатель готовности человека к развитию. Ирина Оргапова. Это мама многодетная. У нее сейчас дома маленький ребенок, пятимесячный. Она нашла, с кем его оставить? Еще двое детей. Она видит, какие перспективы дает Арифлэм для семьи, чтобы семья была более организованной, так скажем. Старшая дочь сейчас занимается ее детьми. Понимаете, когда мы начинаем бизнес и вовлекаем в это свою семью, мы ее укрепляем, мы ее сплачиваем, мы делаем еще один хороший, большой шаг к своему счастью. И внутреннему, личному, да, и к материальному, и к мечтам. Потому что для чего мы все это делаем? А представляете, семью поехать на лайнер? Это у меня такая мечта, чтобы вся моя семья была на лайнере мечты. И кто это может сделать? Благодаря кому это может осуществиться? Да? Благодаря нашим усилиям, нашему решению, нашей свободе, выбором. Я благодарна очень девушкам, которые сегодня приехали, которая моя команда. И я хочу, и я думаю, что они тоже хотят, чтобы на следующей встрече предпринимателей были их люди тоже с ними. Да? Каждый, наверное, об этом мечтает. Так, ну вы видите, да, что мы работаем. И опять-таки еще хочу остановиться. Посещение мероприятий компании, почему я очень строго к этому отношусь? Потому что это лакмусовая бумажка. Если человек едет на БМВ, он выделил день для этого, чтобы поехать, там побыть, послушать, приехать, значит, у него есть какие-то вопросы, значит, у него есть какие-то мысли. Поэтому если человек говорит, да, я хочу попробовать в Арифлейм, но у меня работа, мне не с кем оставить ребенка, тра-ля-ля. Он не проявляет свои предпринимательские жилки, он не пытается найти какое-то решение. Нам нужны люди, которые будут это делать, будут предпринимать попытки, пусть они будут удачные, неудачные, не суть, да? Вопрос надо задавать, как я могу поехать на БМВ, если у меня в этот день работа? Как я могу поехать на экскурсию в Ногинск, если экскурсии только в будни, а в будни все работают? Как, Ира? И я говорю, да, обыкновенно. У тебя отпуск бывает? Бывает. Ну, напиши заявление на один день. До экскурсии месяц. Предупреди, я делаю кадров, я беру отпуск на один день. И все, мне не проблема. Я сама так делала, когда мне надо было куда-то уехать. Любой работодатель это поймет. По личным делам, все, по семейным обстоятельствам. Поэтому только мероприятия компании могут дать тот заряд, который необходим для лидерства. Потому что здесь человек видит большое количество людей, объединенных одной идеей. Объединенных вот именно в одном деле, и он видит много именно успешных людей. И здесь человек получает для себя, что я не один, таких людей много, я могу, и я сделаю, из чего мне начать. То есть мероприятия делают массу работы вместо нас. Значит, категории, ключевые категории это эксперт сессии комплексного ухода и Wellness Life Plus. Вы видите, какие дают это баллы, как это удобно. То есть это стартовая программа, поздравления человека со стартовой программы, либо это премьер-клуб, это повод рассказать человеку о источниках доходов, какие у нас еще есть, пойти дальше, то есть давать информацию постепенно для тех, кто не готов сразу идти на бизнес. Есть люди, которые сразу, которым сразу нужно сказать о больших каких-то планках, а есть те, которые говорят, я только для себя. Вот те, которые только для себя, их очень удобно проводить по таким программам. И все наши продукты для комплексного ухода не зря добавили баллов, это именно сделано умышленно, для того, чтобы нам было человеку легче объяснить именно преимущества работы с этой категорией. Сила системы. Система должна быть, неважно, как вы считаете, плохая она у вас, хорошая, требует она доработки, неважно, система должна быть хоть какая-нибудь, потому что, если есть система, то будет обязательно результат. И когда мы для себя делаем какое-то расписание, не нужно постоянно его менять, колебаться, что-то там, поработать какое-то время, посмотреть, если уже прет, если пошло, ну и надо дальше делать, надо делать, делать, а попутно уже, когда это пойдет на автомате системы, попутно уже тогда улучшать. Если не прет, никак-то не действует, значит, нужно пересмотреть, а в чем я, опять-таки, могу быть эффективнее, а что я могу провести по-другому, а в чем у меня есть слабое место. и мы расписание сделали таким образом, что мы меняем его очень редко, ну, допустим, сезоны там, да, лето, зима только, для того, чтобы люди привыкали, потому что если человек пришел на экспертсессию, чтобы он понимал, что через два месяца он может прийти с подружкой на такую же экспертсессию в это же время, да, что все нормально, он может договориться, позвонить, сказать, а, я буду с подругой, вот, это облегчает нам рекрутинг, очень важно, что экспертизии и программа Life Plus позволяет убить сразу несколько зайцев, это и рекрутинг одновременно, и вовлечение человека в процесс, человек сам начинает пользоваться продукцией, и дальше его ненавязчивое сопровождение, правильно, если человек заказал, например, комплексный уход за лицом, мы же должны узнать, как у него результаты, как он начал применять, да, это общение, я уже не говорю про Life Plus, там вообще 12 недель мы сопровождаем, да, то есть идет сопровождение, и идет развитие лидерства, потому что, когда человек получает результат и приходит, например, на встречу, кто-то другой задает вопрос, а вы говорите, а так вот, вот, скажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу, человек начинает говорить, что нам и нужно, наш инструмент, это наш язык, мы должны уметь говорить там доступно, просто, четко, чтобы нас могли дуплицировать и повторить. Для именно системы лицом к лидерству, вот здесь все это учтено, компания нам дает, кстати, очень много систем, да, система Pro, система Life Plus, система лицом к лидерству, и нужно просто взять эту систему, посмотреть, как вы можете в своих условиях ее реализовывать и действовать, потом уже добавляете свою индивидуальность там и так далее, да, но сначала нужно брать просто вот этот вот скелет и делать. Я очень благодарна компании, что они избавляют меня от различных вот этих вот творческих мучений, да, а просто дают уже готовый инструмент. Сейчас даже папочки взяли, у кого нет ноутбуков, да, пожалуйста, или зарядка силы, взяли папочку и провели, вообще не вопрос. Ну, это понятно, да, я не буду это уже объяснять, посмотрите сами. Результат будет только если делать практические действия. Если страшно, делайте на тех людям, приглашайте тех, которые мало делают заказы. Ну, не получится у вас, перестанут они делать заказы, ну, они же и так мало делали, да, вот, тренируйтесь на них, если страшно. Если вы считаете уже профессионалом, начинайте приглашать людей, незнакомых, целью уже рекрутинга. А очень часто бывает, что когда мы приглашаем людей на эксперт-сессии, ну, например, в качестве такого подарочка, да, за то, что ты в Арифлейм уже там миллион лет, да, компания тебе в юбилей дарит подарок, ты можешь посетить либо эксперт-сессию комплексный уход, либо пройти тест Life Plus, но это сделать нужно обязательно на этой неделе. Что ты выбираешь, да, человек приходит, да, вы с ним работаете, ну, ты говоришь, классно, мы говорим, а вот еще у тебя есть возможность пригласить кого-то, одного человека, тоже, на уход, либо на Life Plus. Когда ты это сможешь делать и кого-то пригласишь. И у чуда человек кого-нибудь приводит. Даже не ожидаешь, но говоришь, искренне веришь, да, что это может быть, и это происходит. И очень классно, когда люди получают результат сразу же на эксперт-сессии. И вот посмотрите, первое применение. Вы знаете, что эти морщинки тяжелее всего подаются разглаживаниями, потому что это наша суровость жизни, да, как говорят, где деньги, какие деньги, да, вот эти самые морщины, которые уже наработаны годами, может быть, десятилетиями, и наш на ВЭЙШ их вот так вот разглаживает. И, естественно, результаты по этому есть очень высокие, потому что у людей, даже если нет ни денег купить сейчас продукт, у них все равно вот это вот семечко в голове, этот камешек в туфле лежит, и он мешает, и он постоянно напоминает, что, ну вот, мне же это подошло, ну у меня же был результат, ну я же это хочу. И человек уже задает себе правильный вопрос, да, как я могу это заказать, как я могу это купить. А чтобы оставалось вот это семечко не в виде слов на ВЭЙШ, а в виде образа такого, да, мы используем свои фишки. Вообще, знаете, да, что люди думают не словами, не предложениями, а думают образами. И вот мы эти образы вставили в наши презентации и, соответственно, их используем. Например, что такое кожа мертвая или живая, да? У всех у нас есть кожаная обувь. Ну, например, сапоги. Мы их покупаем на сезон, на два, мы за ними ухаживаем, моем их, сушим, чистим кремом, там какую-нибудь этой еще гидроотталкивающей штукой обрабатываем, да, то есть мы за ними следим, они нам дороги, они нам важны. Но если мы захотим, мы можем их выбросить и купить другую, да? А что происходит с нашей кожей, например, на лице? Так ли мы тщательно за ней ухаживаем, чистим ее, крем наносим, да, какими-то защитными средствами используемся? Мы ведь, если она нам не нравится, не можем от нее отказаться и купить новую. Это наша живая кожа. Так вот вам простой рецепт, простой рецепт, как за две минуты с твоей кожей соблюдать хорошие состояния. Формула 2х24, мы ее тоже придумали сами, она относится тоже к серии на ВЭШ, это два раза в день, две минуты, четыре этапа. И когда мы человеку звоним, да, говорим, привет, привет, ну что ты, баночки открыл? Получается у тебя формулу 2х24 применять? Человек понимает, о чем мы говорим. Он говорит, ну вот я это утром сделала, а вечером я уже так устала. Я уже вот, и уже вы начинаете дальше продолжать. То есть это очень удобно, когда есть какие-то маленькие, четкие, вот такие вот зацепки в своей презентации. Картинки рисуем, что такое тоник? Средство, которое подготавливает кожу к принятию других косметических средств. Есть картинка? Нет. А когда мы говорим, что тоник это средство, которое как форточка пускает воздух, а тоник открывает доступ к косметическим средствам. Есть картинка? Есть. Если тоник не нанесли, форточка для крема закрыта, форточка для сыворотки закрыта, а если нанесли, оно пошло. Активатор это маршрутка. Активатор нашей сыворотки это то, что везет крем в глубокие слои. Если вы нанесли активатор, но забыли крем, ваша маршрутка ушла пустая в клеточке, и что она им принесла? Пустая маршрутка. Ничего. А если вы нанесли активатор, потом крем, то вы посадили в маршрутку работников, это крем, они приехали в глубокие слои кожи, они поработали над вашей кожей, и ваша кожа стала выглядеть на 20 лет моложе. Личный опыт и результат. Естественно, я пользуюсь серией на Вэйдж-комплексном. То Ultimate Lift, то Экологен. Дополнительно очень люблю использовать еще из серии Time Reversing. Вот этот вот с золотыми капсулами. Эликсир. Просто волшебный. Он вписывается в любую категорию, и мы обязательно говорим о своих ощущениях. И кто в офисе у нас находится, мы привлекаем, чтобы люди делились этим. И сколько стоит красота? Ну, мы просто сделали расчет. Причем расчет этот я сделала не 90 даже, а на 60 дней. Потому что если мы наносим на лицо, на шею, на декольте, на 90 дней нам не хватит. А лицо у женщины начинается здесь. Поэтому мы наносим на все лицо, и соответственно нам хватает на 60 дней. Еще почему я сделала на 60 дней? Потому что сыворотки ее хватает на месяц. Если кремов хватает на 3 месяца, сыворотки на месяц. И соответственно мы вот так условно говорим. У нас 60 дней вам точно хватит. Что можно такое купить для своей красоты и молодости за 71 рубль? Это 35 рублей в день и 35 рублей вечером. Лучше пешком пройти две остановки, но зато ты будешь королем. Либо как чашечка кофе. Ну и такая статистика. Слайды будут? Не переживайте. Например, статистика такая. Если вы пригласили 15 человек, все естественно никогда не приходят. Допустим, пришли 10, сразу заказали большая часть. Некоторые люди говорят в следующем каталоге закажем, потому что в этом уже сделали заказ. И хотим например пройти по стартовой программе, либо это уже конец каталога. Итого большая часть людей остаются с нами. И у нас есть с ними тема для продолжения разговора. Всегда. А когда человек просто делает заказ тупо из каталога, продолжение надо искать. этот повод. Поэтому вот эта система акцента ключевых категориях позволяет с людьми общаться продолжительное время, долговременно. И это дает возможность узнать людей, выявить среди них людей, которым интересен бизнес, интересен продукт и связать отношения. Я очень горда тем, что мы не только поучаствовали в проекте ВИП-СПО, но и в проекте Велмос Пилот вместе с Натальей, когда меня пригласили на завтрак. Причем, знаете как, я привыкла работать так, не оглядываясь на результат. Я просто делаю, 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 а потом бац, и мне говорят, Ирина, вас пригласили на завтрак с руководством на Велмос Завтрак. Или с вами Лена Иремеева говорит, Ира, я хочу поздравить, у вас первое место по лайфплюс по девятому каталогу. Я думаю, ууу, классно как. Понимаете, просто когда делаешь, результат есть. Когда и не делаешь, ну и что его так дождать? Испокойно, идешь дальше, если ты вдруг там что-то где-то упустил. А Велмос Пилоты, это был совершенно новый проект, и конечно, вот такие вот все вопросы у нас стояли, мы на все эти вопросы нашли ответы, опять-таки просто нужно делать. Где взять людей? Способов масса. Любой, если вы начнете из них делать, он будет давать результаты. Вопрос ставить опять, как я могу сделать эффективнее вот это? Лучше всего, по моему опыту, люди идут на по рекомендациям. Если есть у человека результат, начинают идти его подружки. Вот один из последних моих тестов, это когда пришла девушка, она уже готова была заказать. Она сказала, Аня похудела, я тоже все, что там надо купить, я говорю, это ты закажешь, все, нужно пройти тест, потому что именно для тебя будут индивидуальные, будут именно твои рекомендации. То есть, когда люди приходят по знакомству, они уже готовы заплатить деньги, они уже знают, сколько это стоит, они уже, им не нужно доказывать, что им это нужно, это сейчас модно, это важные условия жизни такие. То есть, они уже, более идет разговор уже деловой, уже конкретный. Дальше, что делать? Самое главное, это людей не отпускать просто так. Это очень большая ошибка, когда в погоне за рекрутингом мы людей регистрируем, они делают заказ и уходят. Потому что негатив распространяется в 20 раз быстрее, чем позитивные информации. Если человек заказал какой-то продукт неправильным пользуется или вообще не пользуется, или у него какие-то завышенные ожидания, и он не получил этого, то он понесет ненужную информацию дальше и представит это так, как не на самом деле это происходит, а как он считает нужным. А люди всегда себя оправдывают, и всегда вину сваливают на кого-то. Поэтому, чтобы человек понимал, что не одним велосом худеть, нужно и воды больше пить, и двигаться как-то немножко человек должен понимать именно вот этот вот комплекс. Чтобы получить результат, нужно с людьми общаться. Только так. И тогда мы можем наполнять дальше свои структуры. Для того, чтобы общаться было еще интересно, мы проводим велос-мероприятия. Они у нас проходят не так часто, но мы к ним готовимся так, чтобы всегда было интересно. Вот примеры, какие проводятся. Ну, иногда вот мы всякие такие интересные дегустации делаем, праздники на природе, вот лесной курс мы делаем каждый год. В этом году у нас уже был девятый. В следующем году у нас будет юбилейный лесной курс, десятый. И все это время мы делаем на одной полянке, на нашей полянке. Мы придумали свои номинации. Это тем людям, которые у нас прошли Live Plus. Мы делали такое Live Plus, кто прошел и кто прошел полностью подписки. Мы их пригласили на закрытую волну с вечеринкой, вручили им вот такие вот сертификаты. Сделали тоже активности там интересные. И было очень здорово. что люди поняли, что они важны. Их пример для кого-то важен, они вдохновляют кого-то. Ну и начать сейчас работать в команде. На чем мы хотим работать? На тем, что лидер в любом деле. Будь то wellness, как на экране, будь то комплексный уход за кожей лица, будь то лидерство. Должен прежде всего начать с себя. Да, начать с того, соответствую ли я тому, что я продвигаю. Насколько я этому соответствую, об этом говорили вчера тоже. И ни в коем случае здесь нельзя себя критиковать. Потому что если мы начинаем себя критиковать, мы себя загоняем в яму, мы снижаем свою самооценку, это убийство для нашего бизнеса. Если мы понимаем, что что-то мы не дотягиваем, в первую очередь себя похвалят. Я молодец, что начала это делать. Я молодец, что об этом задумалась. Я молодец, что я сделала уже это, это, это. А чтобы у меня получалось еще лучше, я буду делать еще и вот это. А от этого откажусь. А это я делегирую. Или это не нужно совсем. То есть конструктивный подход, конструктивный анализ к себе. Понимаете? Лучше, чем вы, человека в природе нет. Самый уникальный, самый классный человек. И у вас самые важные цели для вашей жизни. Поэтому нельзя себя ни в коем случае ругать. Очень много происходит именно негативных вещей, не удерживает человек уровень или уходят люди из команды только по причине, что лидер начинает себя очень сильно критиковать. Не нужно. Если вы эмоционально выгорели, там что-то происходит, скажите своей команды, мне нужен небольшой передвиг, мне нужен отпуск, чтобы решить свои задачи. Я уверена, 100% я это испробовала, команда поймет. Более того, команда поддержит, команда увидеть, что вы просто тоже живой человек, и команда за вами будет идти дальше еще лучше. Мне очень помогла в этом книга Бода Шефера «Простое лидерство». Запишите, пожалуйста. Эту книгу нужно не читать, ее нужно учить, потому что эта книга показывает, что лидер это не человек супер бог, который пришел на эту землю для того, чтобы осчастливить весь мир. А лидер это человек, который умеет просто договориться, договориться с командой. «Простое лидерство» Бода Шефер. Книжка тоненькая, и там конкретные рецепты, очень классные. И у меня еще есть зоны для развития, судя по этой книге, очень объемные эти зоны. И вы просто знаете, если вы платите хотя бы часть из этой книги, новое звание будет точно, а если все, то уровень президента, я думаю. Причем эта книга позволяет быть успешным не только в бизнесе, но и в личной жизни, и с друзьями. То есть лидер это человек, который именно настраивает людей. И, кстати, цитата из этой книги. А люди как музыкальные инструменты. Их звучание зависит от того, кто до них дотрагивается. Ну вот как выглядит у нас зона велнеса. Очень удобно, без всякой роскоши, не отвлекая. Очень все доступно и не мешает другим. В этой зоне у нас никто не находится. Если нет теста, то никто там и сидит. Просто так. Она стоит свободная, всегда готовая встретить людей. Я часто думаю, в чем мое предназначение, в чем смысл моей жизни. Я думаю, каждый человек себе задает такие вопросы рано или поздно. И в Reflame я поняла, что ценности мои схожи с ценностями компании. Да, я хочу быть полезной людям, я хочу быть нужной людям, я хочу жить жизнью своей мечты. И здесь есть такая возможность. мы за своей командой уже дарим красоту людям, здоровье людям, надежды, возможности, поддержки. О чем мечтает каждый из вас? Что вы бы хотели людям? Ведь здесь мы получаем колесо жизни полностью, в полном объеме в Reflame. Если вам нарисовать это колесо, каждый делает такой тренинг, да? Наверное. я думаю, каждый. Мы полностью все это можем получить здесь. Быть принадлежным к какому-то сообществу. Об этом говорили. Вроде бы мегаполист это много людей, но очень много одиноких людей, согласитесь, мы иногда не знаем, как зовут соседа по площадке. Люди иногда не знают в соседнем кабинете, кто работает, о чем он думает, какая у него семья, как он отдыхает. Здесь человек может быть в сообществе, быть в команде. Для этого сначала можно самому быть в команде, а затем создавать уже команду своей мечты. Оценивать себя сам. Вот это первые деньги, которые я сняла со счета, и это было классно. Я тогда поняла, что никто больше не скажет, Ира, ты стоишь 30 тысяч рублей в месяц, Ира, ты стоишь 50 тысяч рублей в месяц, или ты стоишь 100 тысяч рублей в месяц. Я стою столько, сколько я сама себе нарисую, сколько я сама себе запланировала. И я эти деньги могу получить, если они мне будут нужны. Планируем свое время для самых близких людей, потому что когда мне дочь сказала, мама, я три дня не могу с тобой поговорить, у меня щеткнуло. Я думаю, не сильно ли я ушла? Да-то, да? А рефлейм позволяет сделать свое время гармоничным таким образом, чтобы быть рядом с нашими детьми, слепыми людьми, когда мы им нужны. И не отпрашиваться у начальника, и не ждать этого отпуска целый год для того, чтобы пообщаться со своим ребенком. Получать признание на лучших сценах. И я никогда не думала, что я буду идти по сцене в Париже, в самом красивом зале Европы со стеклянными куполами. И вот вообще будет все так здорово. И все светятся с меня такие лампы, и хлопают, и классно так. Я не думаю, что буду идти по красной дорожке в Стокгольме, в самый эксклюзивный магазин города, где предлагают продукцию Арифлейм. Путешествовать по миру. Эта мечта сбылась у меня только с компанией Арифлейм. И это очень классно. Меня очень сильно вдохновляют именно конференции золотые. На Бриллиантовых я еще не была, но думаю, когда побываю, это просто будет вообще вау. Жизнь, на самом деле, это не место для раздумий, это не место для стояния, это постоянное движение, движение, движение. Поэтому на старт внимание, потому что скоро уже финиш, скоро нужно будет посмотреть, а как закончились твои 20 лет, а что ты сумел сделать до 30 лет, до 40, до 50, до 60, а что ты еще успеешь сделать? Люди в 70 успевают, да? Вставают из гандинамского ходьбы. А представляете, если вы задумались об этом не в 60, а в 70 лет, а сейчас сколько вам есть, какой может быть ваш финиш? Поэтому нужно быть верным в своей жизни с мечты, какие бы ситуации у нас не происходили. Я сейчас расскажу напоследок одну притчу, которая мне очень нравится. Это притча о старом муле. В одном ферме лабор стал старый мол, он в свое время очень много работал, он принес много пользы ферме, но он уже не может выполнять свои обязанности, и он просто занимает место и ест еду, которая могла бы предложиться уже быть для других животных. Фермеру было очень жалко своего мула, он стал ему почти другом, но соседи фермеры говорят, ну зачем тебе это старое животное, он все равно скоро умрет, посмотри, какой он больной. Но не поднималась рука его убить, и тогда они придумали сделать так. Они выкопили большую яму, прикрыли ее ветками, заманили мула туда, мул упал. Он порванулся в глубокую яму, так что, когда он поднимал голову, он не видел краев этой ямы, и тут он почувствовал, что на него стали падать коми земли. Один ком упал, другой, ну сначала он не поверил, но когда понял, что ему становится тяжело, при падении нового комка земли, он стал его стряхивать и наступать, стряхивать и наступать, стряхивать и наступать. Он делал это до тех пор, пока земля не выровнялась под его ногами с поверхностью той ямы, где он находился. И его беда, его горе, его испытание стало возможностью для него продолжать свою жизнь дальше. Поэтому, у кого в жизни происходят какие-то испытания, вспомните притчи об этом муле. Стряхивайте и наступайте. Стряхивайте! Я буду очень счастлива, если команду нашей встречи предпринимателей я увижу на круизном лайнере. Вот это я фотографировала сама. Когда мы приехали в Испанию, в Валенсию, я увидела этот роскошный красавец лайнер, и было написано «Добро пожаловать!» Ира Витохина. Я была очень рада. И еще больше я рада, когда я могу разделять эту радость с твоими свечами. Мы можем быть на лайнер со своими семьями, со своими друзьями. Так давайте сделаем это.